Пожизненный срок получили 7 актюбинских террористов, принимавших непосредственное участие в нападении 5 июня на магазины Паллада, Пантера, Воинскую часть 6655 и блокпост родников Кахжар. Еще двое приговорены к 20-22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 18 человек, которых обвинили в недонесении о готовящемся преступлении, проведут за решеткой от 2 до 5 лет. В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области состоялось последнее заседание и оглашение приговора. Самое громкое судебное разбирательство года рассматривал судья Нурлан Султанов. Ему пришлось проанализировать результаты 250 различных экспертиз и изучить 200 томов уголовного дела. Наклейка с буквой «Ш» на заднем стекле автомобиля. Уже не первый день многие водители города озадачены вопросами по поводу ее необходимости, размеров и наказания за отсутствие, поскольку в соцсетях развернулась активная полемика по данному поводу. Ситуацию разъяснили в ДВД области. Как известно, знак «Ш» – уведомление о том, что данный автомобиль едет на шипованной резине и может резко остановиться. Опознавательный знак необходим для водителей, следующих за ним, чтобы успеть вовремя среагировать. Параметры из сторон треугольника не менее 200 мм. Требование введено согласно пункту 9 основных приложений по допуску транспортных средств. Ну а штраф, предусмотренный статьей 620 Кодекса об административных нарушениях, составляет 3 МРП. Согласно правилам дорожного движения Республики Казахстан, которые утверждены постановлением правительства от 13 ноября 2014 года, на транспортных средствах должны быть установлены опознавательные знаки «Ш» – шипи, значит, в виде треугольника с красным каймом и черного света, «Ш» – посередине должно быть черного света. Размер составляет 200 мм сбоку. Дорого, все дорого. Что? Продукты питания, услуги, все дорого. Чем вызвано это, как на ваш взгляд? Ну, как чем? Политика, наверное, себе поднимают зарплату, а нам нет. Ну, для меня пока незаметно, не ощущаемо цены. А вы на ценники не смотрите? Смотрим? Ну, нормально, приемлемый ценник. Подорожали яйца, например, последние. У нас яйца свои, домашние. Ну, я знаю, что мука подорожала на 200 рублей. Ну, все подорожало, все будет. Как справляетесь? Ну, как справляемся, переменяемся. А чем вызвано подорожание на ваш взгляд? Не знаю, Даша. Все подорожало. То, что говорят, цены надо держать одинаковые, что не надо дорожать. Все, вот, на зарплате все говорят, но все подорожало. На деле все иначе? Да, иначе. Все, все, почти все. Хлеб, сахар, все. А зарплаты не добавляются. Причина в чем, на ваш взгляд? Причина мне, я не знаю, то, что цены добавляют, почему цену добавляют. Вроде зарплата не добавляется, а цены добавляются. А причина не знаю почему. Сейчас на все товары цены поднимаются, может быть, в связи с кризисом, в связи экспо, еще и в связи с этим, впереди Новый год, поэтому и на фрукты заметно, что цены выросли, да, и молоко всегда, оно ежедневное. И самое главное, что и хлеб на хлеб уже цены выросли за какой-то период, уже как бы заметно выросли цены. Причина? Ну, причина, наверное, скорее всего, это в связи с долларом. Улицы областного центра этой зимой от снега будут расчищать 14 подрядных организаций. Они же несут ответственность за содержание дорог как в самом Актубе, так и в пригородных поселках. Предполагается задействовать 240 единиц спецтехники. Подрядчиками будет проводиться очистка от снега проезжей части дорог, прибордерных площадей, посыпка дорог противогололедными материалами и вывоз снега. При этом для предупреждения гололедных явлений постоянно на линии будут работать песк-разбрасыватели. Уже заготовлено 420 тонн соли и более 1000 тонн песко-соляной смеси. В Актубе с рабочим визитом прибыл первый зампремьер-министра страны. В компании с местными чиновниками Аскар Мамин посетил ряд промышленных объектов, в том числе рельсобалочный завод, домостроительный комбинат и ТО «Каспий плюс». Пердобег Сапарбаев рассказал в ходе посещения о крупных инвестпроектах. К примеру, в этом году Актубе стал богаче на три крупных предприятия, в том числе домостроительный комбинат мощностью 50 тысяч квадратных метров жилья в год, мини-НПЗ стоимостью более 3 миллиардов тенге и мясо-консервный цех. Еще семь объектов ждут своей презентации в канун юбилея независимости страны. По итогам года выйдем, как вы сказали. Инвестиции, все говорят, понятно, инвестиции тоже самое, жилье, тем более сейчас для перевыполнения. В общем, Бернах показать вверх, у нас будет лучше, чем было в утромных странах. Ну, инфляция будет ниже, безработица будет ниже, налоговое поступление будет в перевыполнении, Бернах касается. Ну а далее столичная делегация направилась в транспортно-логистический центр ИП Бектурова и строительный гипермаркет Щибер. В программу визита также включено посещение жилого дома в микрорайоне Батыз-2. План по трудоустройству временно безработных активенцев практически выполнен. Об этом во вторник заявили представители городского центра занятости. В начале года предполагалось обеспечить чуть более 6 тысяч людей постоянным заработкам, помочь желающим открыть собственное дело, а также студентам с производственной практикой. На сегодня, как показала статистика, всеми запланированными работами охвачено около 7 тысяч человек. Для информирования населения о действующих госпрограммах по трудоустройству в течение года регулярно проводилась акция «Камкор». Эта акция у нас стартовала в июне месяце на рынке ШГС. Они проведены во всех рынках, торговых площадях города, в местах массового скопления населения. Цель акции – это привлечение безработных, самозанятых граждан на участие в государственных, торослевых программах, а также в программе «Дорожная карта занятости-2020». То есть вовлечение в активные меры содействия занятости. Как соблюдают предприниматели, правила благоустройства территории возле своих торговых точек проверила специальная комиссия. Представители администрации, городского кемата и депутаты проинспектировали объекты в жилгородке. Предприниматели пообещали пару дней недочеты ликвидируют, а представители управляющей компании должны будут все проконтролировать. До подобной рейды, уверяют чиновники, они выходят регулярно. Если до ответственных лиц достучаться не получается и представитель на связь не выходит, ни во время проверки, ни после официального уведомления, представители местной полицейской службы вправе составить протокол виновника нарушения. Есть местная служба полиции, которая имеет право накладывать штрафные санкции. Допустим, сегодня по итогам рейда мы составим акт и передадим в службу местной полиции, и они совместно с управляющими компаниями будут отрабатывать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В среду в Октюбе прошел форум для молодых предпринимателей. Его организовали работники городского отдела предпринимательства совместно с Астанинской компанией. В конференции участвовали свыше 120 молодых бизнесменов, а также представители группы поддержки малого бизнеса Европейского банка реконструкции и развития, фонды ДАМУ, национальной палаты предпринимателей, ведущие бизнес-тренеры и меджологи. Цель форума – это все-таки помощь молодым предпринимателям в улучшении их знаний, усовершенствовании их знаний в тех или иных областях бизнеса. И, соответственно, здесь присутствуют спикеры из Академии и меджологии города Астаны. Я думаю, что все-таки сегодняшний день пройдет довольно-таки плодотворно для молодых предпринимателей. Долгожители Октюбе Ивана Курочкина и Жекибаи Бесингалееву посетили первые руководители городской администрации. Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и горожан, перешагнувших столетний рубеж, посвящено предстоящим декабрьским датам – Дню первого президента и 25-летию независимости. Всего в нашем городе проживают сейчас 90 ветеранов войны и 18 долгожителей. Конкурсанты рассказали на трех языках о истории Казахстана, озвучивали предложенные им фрагменты видеофильмов на трех языках, комментировали картины и даже подготовили собственные сказки. По словам организаторов, цель конкурса – это выявление талантливых детей, формирование языковой культуры и уважение к культуре и языкам других национальностей. Отличившиеся получили дипломы и подарки. В новом микрорайоне Батыз-2 местные власти последовательно решают проблему нехватки детских садов. 1 декабря здесь открылось современное и уютное дошкольное учреждение, уже второе по счету именно в этом микрорайоне. Оно рассчитано на 320 детей и построено хоть и частниками, но в нем будут и бюджетные группы. Помимо интересного архитектурного облика использования новейших строительных материалов, здание имеет множество особенностей. В санузлах и душевых детского сада специальная ростовая техника. В наличии бассейн, где с воспитанниками будут заниматься инструктор по плаванию, просторные музыкальные залы, где малыши уже показали свой первый концерт. По новейшей технологии оборудована прачечная детского сада, а в распоряжении персонала пищеблока – современные установки из Германии, значительно облегчающие труд. Проект московский, интересный. В каждом блоке имеются свои музыкальные залы, спортивные залы, комнаты отдыха, даже для воспитателей, даже для поворотов. Это изумительно. Я думаю, дети в этом садике будут счастливы. Областная физико-математическая школа-интернат была презентована Акимобласти Сапарбаеву. Инициатором строительства выступила ТО Ребилитационный центр Агбубек в целях совершенствования интеллектуального развития детей, поддержки их потенциала в изучении точных наук. Учебное изведение, обучение, в котором ведется на государственном языке, рассчитано на 220 ученических мест. Торжественный концерт по случаю Дня первого президента состоялся в Салтанат-Сарай. На него были приглашены первые руководители области и города, народные избранники, ветераны войны и труда, общественники, предприниматели и многие другие. Мероприятие включило в себя не только выступления певцов и танцоров, но и показ фильма о достижениях Казахстана во главе с Нурсултаном Назарбаевым. 14 реанимобилей получила областная станция скорой медицинской помощи. Пополнить имеющийся автопарк станции удалось при поддержке турецких инвесторов. Летом между местными властями и турецкой компанией первая помощь был подписан меморандум. В его рамках на основе государственно-частного партнерства станция будет получать дополнительную материально-техническую помощь. Ожидается также вот колл-центра с автоматизированной программой, связанной с Минздравом и всеми больницами Ак-Тубе. В реальном режиме актюбинцы смогут отслеживать передвижения назначенной им бригады. Также планируется построить еще три станции скорой помощи, в том числе в Нурсиете и в старой части города. У красно-белых новый главный тренер. Им стал 43-летний уже бывший коуч Молдавской Зари Игорь Рахаев. Представление нового спортивного наставника в Ак-Тубе состоялось в пятницу. Новый назначенец произвел впечатление скромного, не разбрасывающегося обещаниями специалиста. По его словам, сейчас клуб готовится к сборам. Их будет три, в том числе и в Турции. Главный тренер знакомится с игроками, при этом о конкретных планах по поводу места в турнирной таблице речь пока не идет. Самая основная задача у нас при первом был решать эти задачи, которые по поступлению лучше ставить. Наша задача, самая главная, это собрать просто самые долетели. Это самая первая задача, которая у нас сейчас стоит. С 15-го декабря у нас сбор, первый сбор в Турции. Самое основное – это два сбора, которые не должны длиться более-менее, хотя бы процентов на 70-80 со старого. И там уже будет смотреться, ставить задачи. С 9 по 15 декабря на портале электронного правительства будет осуществляться прием документов по программе «Казахстанская ипотечная компания. Жилье предоставляется на правах аренды с последующим выкупом и возможностью полного погашения долга по истечении пяти лет». Планируется реализация квартир площадью от 43 до 84 квадратных метров в строящихся домах жилых комплексов «Арай» с «Золотой квадратой» по улице Моресева, 2. Список будет в дальнейшем формироваться от первоначальной даты постановки в очередь. Заявление могут подать только очередники местного исполнительного органа, а именно неполные семьи, многодетные семьи, семьи воспитающих детей и инвалидов, граждане, состоящие по категории сирот, а также состоящие по категории работники бюджетной сферы, ну и, конечно, состоящие по категории уралманы. Вот 6 категорий граждан, которые могут участвовать по данному направлению. Данное жилье предоставляется в аренду с последующим выкупом. Арена заключается на 20 лет. Ежемесячно арендная плата минусуется от основной стоимости квартиры. Аксюбинская пенсионерка Зинаида Супрун отдаст в дар организации или учреждении сосну. В преддверии Нового года зеленая красавица может стать украшением любого двора. Нужно только приехать, спилить и забрать хвойное дерево, которое больше чем за 10 лет успело вырасти до 12 метров в высоту. По словам пенсионерки, дерево, давно переросшее в высоту дома, стало небезопасно. Сосна задевает провода и линии электропередачи. Зинаида Пантелеевна боится, что при малейшем дуновении ветра может возникнуть короткое замыкание. Но сама пожилая женщина спилить красавицу не в силах, да и лишних средств для этого не имеет. Зато перед праздниками может сделать доброе дело, отдав сосну в дар, тем самым избавить себя от хлопот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова